Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 20 июля. Вот я продолжаю дегустацию тех сортов томатов, которые уже массово зреют в это время у меня. И следующий сорт в каталоге, он под номером 199, это юбилейный Тарасенко. В теплице я его уже показывала, но зрители просят многие во время дегустации снова еще раз повторять характеристики сортов. Я сейчас очень быстро скажу, это индотерминатный, очень высокий, до 1,80 м сорт. Урожайность указана 2 кг с куста, плоды от 80 до 200 г, но у меня 200 г нет. Сразу скажу, я сейчас их перевешала, 80, 90, 100 г. Вот такой вот средний плод, но вот такой он самый хороший, он и не маленький, и не большой. С таким сносиком, очень явно видным. Все они, они все одинаковые, стандартные. И его достоинство, ну не достоинство, а как бы характерный такой признак или изюминка. У него очень многодетные кисти. Назначение универсальное, можно в салат употреблять. Крупные, мелкие для консервирования, подходят для всего. Смотрите, какая однородная, как по весу вот компания. Это я вот две нижних кисти оборвала. Они очень, не могу к новой камере приспособиться. Они очень такие, как бы сказать, стандартные, более-менее. Смотрите, видите, они как штампованные. Сейчас разрежу. Еще что хочу сказать. Хорошо дозариваются, можно снимать в буром виде. Хорошо хранятся. И так как он плотный такой плодик, то для консервирования и для засолки они идеальны. Еще вот просят показывать, есть ли, вот здесь вот бывает иногда непрозрелое пятнышко. Никакого пятнышка нет. Все томаты все однородно вызревшие. Сейчас будем резать. Ой, извиняюсь. Ай, блин. Ну не тот нож взяла. Ну ладно. Этот тупой. Будем резать тупым сейчас. Подождите, перепилю. Вот такая серединка у него получилась. Сейчас еще. Подождите, я нормально нож свой верну. Так. Так. Еще повдоль хочу порезать. Вот тут вроде явно выраженного белого вот такого стержня нет. Ну вот, серединка такая, беловатая. Иногда, вот я вчера показывала вам мясистые сахаристые. На них вообще нет вот этого белого мяса. Одно сплошное такое красное мясо. Но это, конечно, не бифтомат. Это уже совсем другой. Сейчас еще хочу разломить на сахаристость. И сейчас попробую сладкий или нет. Если честно, предыдущий, если я говорила, что я уже пробовала, этот я еще даже не кушала. Ну так он, в принципе, смотрите. Он вроде бы и крупинчатый, и сахаристый. Но вот меня смущает что-то вот здесь у него в серединке все-таки уплотнение. Может быть, он не дозрел еще. Сейчас попробую на вкус. Мякоть плотная, ярко выраженный арбузный вкус с кисленкой. Скорее всего, я его рано, наверное, пообрывала. Можно было еще, чтобы он висел. Но у меня это вынужденная мера. Я оборвала кисти, обламываются от тяжести. Подвязывать я не успеваю. Я хотела их собрать, и чтобы они у меня дома немножко полежали. Если бы они полежали, они, может быть, были бы вкуснее. Я потом, через некоторое время, вот когда будут следующие поспевать, постараюсь попробовать более спелый томат. Но мне кажется, вот эти еще недостаточно зрелые. Но пока что вот мой вердикт такой. Они вкусные, сладковатые, но с кислинкой. Хотя некоторые люди пишут, что у них получается вот этот томат юбилейный Тарасенко. Самый вкусный, самый сладкий. И они считают его одним из самых вкуснейших сортов. Будем, значит, ждать, когда доспеют. Они действительно, я вот потрогала. Они красные, но такие они тугие. Им еще, вероятно, нужно было висеть. Обманули они меня вот этим дружным созреванием, красным цветом. Сладости еще не набрали. Все, это был номер 199 юбилейный Тарасенко.